В конце 2021 года глава Сбера Герман Греф сообщил, ипотека – единственный способ приобрести жилье для большинства граждан Российской Федерации. А в прошлом году Виталий Мутко заявил, что 40% семей в России не осилят ипотечный кредит даже с нулевой ставкой. Средний срок жилищного кредита на квартиру в новостройке в этом году превысил 25 лет. Средний размер ипотеки приблизился к сумме в 5 миллионов рублей. С падением курса рубля и повышением ключевой ставки ЦБ банки начали повышать ставки и по ипотечным кредитам, что явно доступность жилья не увеличила. Тех счастливчиков, которым все же одобрят ипотеку, ждет в среднем около четверти века кабалы, тревоги, страха потерять работу и доход, а вместе с ними и свое жилище. При этом банки за 8 месяцев этого года получили рекордную прибыль – 2,4 триллиона рублей. Многомиллиардные прибыли подсчитывают и застройщики. Нам регулярно докладывают о рекордах строительной отрасли. Но построить новые дома еще не значит заселить в них людей. В городах-миллионниках до 77% новых квартир не проданы. В Самаре, например, на то, чтобы распродать все пустующие квадратные метры, понадобится больше пяти лет. И скупают такие квартиры часто те, кто потом будет их сдавать, а не жить в них сам. Добавим к этому разнообразных жилищных мошенников и проблему так называемых обманутых дольщиков. В общем, чтобы в этих капиталистических джунглях получить крышу над головой, рядовому труженику нужно изрядно напрячься. А как дела с удовлетворением потребностей в жилище обстояли в Советском Союзе? Совки любят кичиться бесплатными квартирами, которые людям доставались от государства и предприятий. Давайте откроем статистический сборник «Социальное развитие СССР» с данными за 1989 год. От одного года до трех лет ждали своей очереди на улучшение жилищных условий 24% граждан. От трех до пяти лет – 21%. От пяти до десяти лет – почти 33%. Более десяти лет стояли в очереди 17,5%. Ждать приходилось не на улице, хотя бы комнату в общежитии получал каждый. Но разве все это повод усомниться в эффективности рыночной экономики по сравнению с плановой экономикой отсталого тоталитарного совка? Для современных свободных людей выбор в пользу рынка очевиден. Особенно если эти люди банкиры, девелоперы, богатые предприниматели и другие, божьей милостью, хорошо обеспеченные граждане. Они в бесчеловечную советскую систему точно возвращаться никогда не захотят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok